Сквер патриотов «Боевая слава Сибири» не для развлечений. По сути, это самый настоящий музей, музей под открытым небом. Здесь проводятся экскурсии. Сюда с удовольствием приезжают туристы. На одной площадке разместились лучшие образцы военной техники. Танк Т-64, дивизионные и зенитные пушки, гаубица, БМП, БТР, разведывательно-дозорная машина и реактивная система залпового огня «Град». В дни празднования 300-летия Кузбасса коллекция экспонатов дополнилась знаменитым истребителем-бомбардировщиком Су-17. Много наших горожан принимали участие не только в Великой Отечественной войне, но и практически в каждом вооруженном конфликте 20 века. И чтобы почтить память всех этих людей, было принято решение в 2017 году сделать один общий мемориальный объект, на котором будет увековечена именно память этих людей. Память защитников, которые не вернулись, которые пришли и продолжили строить город, работать на благо родного города. Здесь проходят патриотические мероприятия, здесь принимают в ряды юнармии. Очень много интересных патриотических мероприятий и экскурсий проводится не только для жителей нашего города, но и для гостей. Очень много, кто приезжая в наш город на экскурсии, говорят, а в программе будет посещение сквера боевой техники. Сквер патриотов стал излюбленным местом для семейного отдыха. Горожане часто приходят сюда с детьми, но в этот раз гостей ждал неприятный сюрприз. Четыре лавочки, установленные вблизи истребителям, вырванными с корнем и оставлены под бомбардировщиком. Одну из лавочек вообще бросили в траву. Печальную картину дополнили надписи и рисунки на боевой технике. Сломанные элементы. На клумбах отсутствовала часть цветов. В городе действует комиссия по сохранению объектов культурного наследия в надлежащем виде. И музей, конечно, входит в состав этой комиссии. И ежемесячно такие объезды проходят по городу, по памятным местам. Хотелось бы обратиться к горожанам. Наш город – это наш общий дом. И если мы хотим жить в чистоте, нужно заботиться о своем городе, о своих улицах, о памятных местах. Нужно, в первую очередь, обращать внимание родителей на то, как ведут себя дети. То есть наша чистота зависит от культуры поведения наших жителей. Специалисты напоминают за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Может грозить как административная, так и уголовная ответственность. Это штрафы, обязательные или исправительные работы, арест, лишение свободы. Если правонарушение совершил несовершеннолетний, ответственность ляжет на родителей. В очередной раз сквер патриотов, конечно же, приведут в порядок. Установят на место лавочки. Боевая техника будет покрыта свежей краской. А горожан вновь призывают бережно относиться к экспонатам. Ведь это история. История наших людей, наших жителей, наших героев.